Но ведь они даже не понимают, что цирк это очень тяжелый трот. И что их ждет после Нового года, мне даже их жалко станет. Жалко станет. Жалко станет. Кей-пистанет. Мы очень счастливы, очень долгожданные тренировочки. На самом деле нет, мы очень напуганы. Да, потому что мы посмотрели последний выпуск на ютубе, что нас после Нового года будет мучить. Если честно, даже из раздевалки страшно выходить. Я вот думаю, может вернуться, пока не будет. Нет, все, пожить, пожить. Итак, участники социального проекта «НЕЦИРК» достаточно напуганы. И чтобы смело смотреть страху в лицо, они следуют совету одного из наших наставников. Дополнительно перед телевизором растяжечку. Так вот, 10 минут день отжимания от пола хотя бы. Теперь участники тренируются дополнительно. Назар Чабдаров совершает кульбитри. Искандер Гумеров и Константин Кузнецов крутят педали. Ирина Яицких подтягивается и жонглирует. А Елена Ашаева падает. Поднимается. Снова падает. И снова поднимается. Чтобы крутиться и бегать. В компании Дениса Марышева. Когда нет тренировок в Турке, есть тренировки на манеже. Все, привет. Ну, а Марина Рождественская жалуется. Мы по-прежнему ничего не умеем. Но энтузиазм не убавился. В программе социального проекта «Не цирк» есть дисциплина дрессура попугаев. Наставник в этой дисциплине Олег Хотим. Сейчас мы вас с ним познакомим. Я родился в цирковой семье. И ничего другого, кроме цирка, я не знаю. Так как-то сложились так обстоятельства, независимые от меня. И вот все перешло на попугаев. И я не жалею. Я счастлив. Это просто стечение обстоятельств, что не было много номеров с попугаями. Такой была экзотика, редкость. И мы решили попробовать. И вот взяли попугаев. И вот по сей день я теперь с попугаями. Вообще, я считаю, что все животные талантливы по-своему. Но попугаи очень любопытные, любознательные. Сами проявляющие инициативу во многих аспектах своей жизни. Есть суперталантливые. Так же, как и у людей все. Знаете, как в школе. Вот, допустим, класс есть. Есть суперотличники, которые от зубов отскакивают. А есть вот двоечники. Но ты всех одинаково любишь. Я считаю, что для каждого животного можно подобрать свой трюк. То есть к каждому животному можно найти подход. Просто для этого нужно чуть-чуть больше времени. Дрессура. Азы-то дрессуры. Неважно, дрессируешь ты попугаев, слонов, тигров или там собачек с кошечками. Азы, они везде одинаковые. И вообще я считаю, что либо есть предрасположенность к тому, чтобы заниматься с животными. Ты либо их чувствуешь, любишь, чувствуешь и даришь им все свое время. Либо у тебя нету такой предрасположенности к общению с животными. И сколько бы ты времени на это не потратил, но все равно это будет не твое. Ее зовут Боня. Ей 11-й год. Девочка. Самый сложный характер у нее. Очень ревнивая, но умная. Покажи крылышком вам. Знаете, как вот у маленьких детей. Вот какие характеры бывают. Вот очень-очень сильно похожи. И независимости, девочка или мальчик. Лакомством является кедровые орешки, печенье, также сушки грецкие в скорлупе. Это все лакомство. Это, допустим, зернослись. Это обычная их еда. Так же, как и виноград. Фрукты все. Это как бы ежедневный рацион. С попугаями нельзя торопиться. Нужно поступательно, не торопясь, заниматься. Желательно вообще ежедневно. Ежедневно находиться с ними, чтобы наладить контакт, чтобы они тебя воспринимали за своего. Потому что они очень консервативны. И они очень осторожны к всему новому. И главное, вот в первоначальных шагах, не напугать. Не напугать, не торопиться. Лучше лишний день потратить, но зато попугай не напугается и будет тебе доверять. Попугаи сами по себе очень умные. У них интеллект трехлетних детей. Сложность в чем? Грубо говоря, хоть завтра любой человек выйдет на моем месте и отработает с моими попугаями, но один раз. Только до того момента, пока они не поймут, что этот человек не понимает, как, что нужно делать. Они просто знают свои трюки, что нужно сделать, и они выполнят. Но как только они поймут, что человек, который ходит с ними, не понимает вообще, что они делают, как они должны делать, и они почувствуют свою какую-то силу над ним. Все, сразу все остановится. Они ничего не будут делать, будут сидеть и смотреть. Пожелание не торопиться, смотреть разные видео на разных платформах. Про птиц, читать литературу, да и вообще просто любить животных. И я считаю, что все получится. Вот такой вот у меня появился ухажер. Тоша, привет! Скажешь нам привет? Нет, скромный ухажер, но очень красивый. Посмотрите, какая фелесть. Вот ухаживает изо всех сил. Ну, понятно. Вот, молодец, Тоша. Смотрите, вот не у всех такой есть, а у меня есть. Да, выпрыгиваем высоко, поясницу зажали, приземлился ноги вместе. А теперь знакомьтесь, еще один наставник в жанре акробатика. Мастер спорта и чемпион России по гимнастике Денис Порцвани. Ну, нет, я не цирковой, у меня семья обычные, обычные люди. Я занимался с детства спортивной гимнастикой. И потом, когда уже я чувствовал, что я завершаю спортивную гимнастику, стал думать, что делать дальше. Вот, и случайно, буквально попал в цирку, потому что мне позвонили, пригласили смотреть, как это все происходит у них. И вот так потихоньку-потихоньку затянуло. Денис – один из немногих в мире, кто делает четвертное сальто Мортале. Это только кажется или ему на самом деле не страшно? Поначалу, естественно, было страшно. Но, как обычно, ко всему привыкаешь. Как везде в жизни, потихоньку это становится нормальной частью твоей жизни. Я сначала не понял, что это такое. Почему не цирк, во-первых, название, и как-то непонятно было. Потом, когда я вник в этот процесс, что это будет и как это будет происходить. Да, были какие-то телевизионные передачи до этого, но чтобы именно обычный человек с обычной работы, с улицы, вот так вот, и пришли в цирк, и начали им изучать профессию, как циркового артиста, такого я не помню. И для меня, ну, обрадовался, скорее всего, что, наконец-то, кто-то смог это реализовать. Какой бы ни был человек, если он с улицы, то есть это года. Это года, поэтому шесть месяцев – это мизерный срок, за который просто можно понять, что происходит в цирке, и что-то там показать на уровне элементарной физической подготовки. Что-то можно сделать, но мастером не станет. Цирк – это целый мир, его надо любить, его надо знать, его надо понять, что здесь происходит, какие люди здесь. Поэтому люди, которые здесь, в этом проекте, не цирк, они действительно любят его, они пришли на кастинг, они старались, их отобрали, и они, думаю, дойдут до конца. Они уже состоявшиеся люди со своим образом жизни. У кого-то вес, у кого-то еще что-то такое. Им что-то говорить уже, у них подсознательных своих стопов есть каких-то, и с ними тяжелеет. Плюс они сами тебе могут сказать, как бы, а что нам это, почему мы это должны делать, ты им должен объяснить, что так надо. Закончилось первое занятие после Нового года. Пришли мы все такие веселые, заряженные, и до сих пор относящиеся к этому ко всему, как к какому-то веселому приключению. И на первом же занятии наш педагог Артем Куртымов дал нам понять, что, ребята, так это не работает. Еще один наставник проекта «Не цирк» – актер и педагог Казанского театрального училища Артем Куртымов. И он расскажет, как это – преподавать актерское мастерство людям с большим жизненным опытом. В актерском ремесле, ну, это ремесло все-таки, люди с опытом, они интересны. Но там, где опыт, там и зажим. Ребенок не оглядывается. А, что, огонь горит сзади? Или там еще что-то. Человек взрослый, он уже как бы… Ну, че, я тут буду показывать, что ли, че? Ну, че, да. Как бы, да, появляются вот эти все зажимы, зашоры. Вот это и есть работа. Понятно, что опыт у него есть. Но теперь нужно еще его, Ирос. Вот эту всю шуруху, скорлупу. Вот это все. С него постараться снять и постараться, чтобы он начинал чувствовать что-то как-то. И таким образом он начинает жить. Я одно время проводил детский палаточный лагерь. И как раз это было лето, где я полтора месяца провел в лесу. То есть у меня было 3-4 смены подряд. И я ехал домой. Мне позвонили и сказали, «Артем, что ты делаешь? Помогай!» Заболел ведущий, мне нужно 2 программы срочно, завтра. Коверным на этой программе работал очень хороший актер. Всю базу, основу он мне прям вот задал. И таким образом я оказался в цирке 5 лет назад. Очень счастлив этой историей, потому что цирк — это волшебство. Есть два совета. Один совет, он общий. Полгодика хорошенько впахнуть. Это будет запоминающийся и для участника, и, конечно же, в итоге для проекта. Будет ли еще в жизни такой шанс? А второй момент, особенно для ребят, которые в клоунаде, я прям рекомендую внимательность. Сидишь в автобусе, посмотрел по сторонам, кто как сидит, кто чем занимается. Вот эта насмотренность, вот эта внимательность актерская, это такой, такой наш багаж неимоверный. Вот эта внимательность очень нужна. И за животными также наблюдать. Это круто. Проект «Нецирк» вошел в новую фазу. Все крутится, кувыркается, тянется, и машет хвостом. Мы продолжаем следить за нашими участниками и верить, что цирк – это не страшно, что цирк – это. Цирк – это жизнь, целая жизнь, это другая жизнь, помимо того, что мы живем. Это трюк без фальши, это все здесь и сейчас. Цирк – это трюк, цирк – это волшебство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво!